Всем привет ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня мы с вами окунемся снова в замечательный мир игры Блокс Фруц. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Тогда ты точно не пропустишь мои новые видео. Ну и оставляй свои комментарии, мне очень нравится читать их. Итак ребят, как мы помним из моих предыдущих видео, я остался жить в тюрьме. Почему? Да потому что я не знаю как отсюда выбраться. Персонажа который продает лодки здесь нету, а фрукта чтобы улететь у меня тоже нет. Спасибо ребятам которые откликнулись на мои призывы помощи и согласились доплыть на собственных лодках до тюрьмы, чтобы оттуда спасти меня. Но постояв чуть-чуть на берегу и посмотрев на ближайший остров, даже не знаю какой бурундук укусил меня, но я решил прыгнуть в море и попробовать добраться до острова, так сказать своим уходом. Но скажу вам честно, через полпути я уже пожалел об этой идее, потому что мои пальчики начали затекать и жизнь начала убывать быстрее и быстрее. И я понял ребят, что я наверное не доплыву и я был прав. Когда морская пучина меня поглотила и я совсем расстроился, как вдруг я понял, ребята, так я резнулся на том острове, до которого не смог добраться. Значит все это было не зря и я снова на свободе. Ху-ху! Попав на этот замечательный остров, город фонтанов, я решил одним глазком взглянуть, что же здесь происходит. И вдруг на глаза мне попался моб, у которого был уровень 625. Ребята, на секундочку, этот уровень больше моего в 2 с лишним раза, но я все равно рискнул наказать этого моба. И конечно у меня это получилось легко, ведь у меня есть фрукт Будды. И это очень классно. Конечно чуть-чуть пришлось поиграться, с ним побегать, но все прошло замечательно. После того, как я его уничтожил, я все-таки решил следовать своим квестам, потому что как-то неприкольно получается сразу перепрыгивать на 300 уровней вперед. Следующий остров, который мне предстояло покорить, это остров Колизей. Так что купив лодку, я смело отправился туда. Но по пути я решил заскочить в ледяную деревню, потому что многие из вас написали в комментариях, что здесь находится учитель, и у него я смогу выучить новые прикольные способности, с которыми я стану еще сильнее. Ну давайте же найдем этого учителя. Как ребята говорили, он находится в пещере в ледяной деревне. И вот я нахожу пещеру, и хочу еще раз сказать большое спасибо, ребят, что вы мне помогаете в комментариях. Подбежав к учителю, я решил сразу скупить все способности, ведь у меня 665 тысяч были. Я думаю мне хватит на все. И первая способность, это воздушный прыжок. Потом сразу же я купил вторую способность, аура или хаки. Ребят, в скором времени я отдельно запишу видео про хаки, и мы разберем подробно, что же это такое. Выучив третью способность, внезапный шаг, я решил уйти из этой пещеры, и так сказать, проэкспериментировать, что же я выучил. Ребят, воздушный прыжок, это конечно что-то с чем-то. Это очень прикольная способность. Если бы она была у меня раньше, я бы из тюрьмы выбрался намного легче, и скорее всего даже не замочил бы свои лапы в море. Подтестив мгновенный шаг, я понял, что на данном этапе развития, мне эта способность в принципе ни к чему. Может потом в пвп боях она мне и пригодится, но сейчас я кладу эту способность на дальнюю полку. Заюзав хаки, я получил вот такие вот черненькие перчаточки, ведь хаки у меня находятся на первом уровне. Чем больше у меня будет уровень моей хаки, тем больше мое тело будет покрываться черными элементами. Но об этом в другом видео. Что-то мы задержались на этом острове, побежали же выполнять наши квесты на остров Колизей. И мы уже на лодке, ребят. Этот воздушный прыжок просто что-то с чем-то. Мне очень понравилась эта способность. Почему же я ее раньше не получил, ребят? Ведь могло быть все по-другому. Добро пожаловать на чудесный остров Колизей. Ребят, качаться на этом острове для меня была просто мука. Потому что этот остров все время вис. Мобы то появлялись, то исчезали. В общем, одни лаги. Но даже это не помешало мне делать такие красивые пируэты и мочить этих мобов, как настоящий аниме-кролик. Конечно, это не очень эффективно, но смотрится просто шикарно. Ну что, ребят, наконец-то я добиваюсь своего 300 уровня. И с счастьем, с большим счастьем, наконец-то отправляюсь на новый остров под названием Деревня Магмы. Остров Колизей останется у меня в памяти, как скучный и очень лагающий остров. И вдруг, плывя по морю, я вспомнил. Оказывается, мне же еще ребята писали в комментариях, что на этом небесном острове есть какой-то сумасшедший ученый, который дает нам новый стиль боя. И один из подписчиков написал мне, что он находится внизу среди облачков. И я начал бегать по всему острову и искать, где же запрятался этот сумасшедший ученый, который мне даст новый стиль. Обижав все облачка и посмотрев в каждом, я не нашел его. И подумал, что ж это происходит, может я где-то еще не тут? И решил перепрыгнуть на другую сторону камней. И тут же увидел безумного ученого. И, конечно же, я сразу побежал к нему, чтобы получить свой новый стиль. Оказывается, этот безумный ученый потратил годы на изучение электричества. И теперь он нам может продать новый стиль боя под названием электрический бой, ребят. Ну и, конечно же, я хочу его заполучить. Но этот стиль боя не такой уж и дешевый. Я за него должен отдать аж целых 500 тысяч Белли. Ну а что делать? Придется покупать. Белли мы всегда сможем насобирать. И смотрите, как же красиво смотрится этот стиль. Мои лапы стали просто электрическими. И особенно на черном фоне это очень прикольно. Электрокролик. Трепещите враги, кто не спрятался. Я не виноват. Попав в деревню магмы, я сразу использовал код на двойной опыт. Чтобы, так сказать, быстрее прокачаться. Этот код увеличивает опыт в два раза на 20 минут. Если ты не знал его, вводи быстрее и получай двойной опыт. Ребят, когда я закончил убивать шпионов, я побежал сдавать этот квест. И вижу, стоит моб. Ну я решил сделать прыжок Будда. Ну так, чтобы красиво было, так сказать, помочь другому игроку убить моба. Но он, наверное, воспринял это как атаку и начал меня атаковать. Ну я тоже его начал атаковать. И, ребят, я совершил первое убийство игрока в этой игре. Вот. И мне даже дали кепку моряка. Что даже очень и очень прикольно. Достигнув 350 уровня, я решил взять квест на босса. То есть на адмирала магмы. Но здесь, ребят, все не так просто. Чтобы нанести ему урон, мы должны использовать хаки или аура. Но не переживайте. На этом острове тоже есть NPC-шка, который продает эти способности. Вот здесь находится вот этот человечек, который вам может продать способности. Так что, если вы их не купили в ледяной деревне в пещере, не переживайте. Здесь вы их сможете тоже купить. В общем, чтобы найти нашего адмирала, нам надо забраться в вулкан. И вот он стоит и ждет нас, ребят. Если мы начнем ударять его без хаки, то есть не используя хаки, то мы сразу получим вот такое вот сообщение. Активируйте вашу ауру, чтобы нанести урон. И давайте же ее активируем и убьем этого адмирала, ребят. Докачав опыт до 375 уровня, мы уже можем отправиться на другой остров. Что я сейчас и сделаю. Ведь, в принципе, на острове магмы мы уже все сделали, ребят. Так что, можно садиться смело в нашу лодочку и отправляемся к новым путешествиям. Но по пути, ребят, я наткнулся вот на такой вот остров. Такой маленький остров без названия. И я решил побегать вокруг него и посмотреть, что же здесь происходит. Не могли же разработчики его поставить просто так? В смысле, чтобы он просто был? Нет, значит здесь есть что-то интересненькое. И вот я нахожу пещеру, забегаю внутрь, а там оказывается босс, да еще и с большим мечом, хотел на меня напасть. Ну и я подумав, решил тоже на него напасть. И очень и очень быстро я его уничтожил. И что мне показалось очень странным, что я получил только честь за убийство босса и опыт. В общем, на данный момент я не вижу логики. Зачем он тогда находится на отдельном маленьком острове, если с него не падает никакой предмет? Или может он является частью квеста? Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребят. Я буду очень ждать. Следующий остров, ребят, это подводный город. Это, конечно, что-то с чем-то. Чтоб туда попасть, нам надо прыгнуть в водоворот. Очень прикольно. Молодцы разработчики. Они просто обалденно сделали эту игрушку. Класс. Столько прикольных локаций. Вау. В подводном городе я побежал к королю Нептуну, чтобы взять у него квесты. И первый квест у нас на подводного воина. Побив чуть-чуть подводных воинов, я понял, что я практически не использую мастерства Будды. То есть я этот фрукт только использую ради бафа и всегда пользуюсь только электричеством. И я решил распределить свои статистики совершенно по-другому. Используя специальный код, я скинул свои характеристики до одного. Теперь я не буду прокачивать блок с фрукт, а прокачаю только ближний бой и защиту. Конечно, в дальнейшем все может поменяться. И тогда я еще раз использую бесплатный код на сброс статистик и сделаю все по-другому. Но пока я решил сделать так, как сделал. И пока, ребят, мне очень нравится, как я распределил свои статистики. Если мне в дальнейшем понадобится больше защиты, то я, конечно, тоже увеличу эту статистику. Но пока, используя баф Будды, меня практически не пробивают. И поэтому защита, как я говорил, уходит на второй план. Набрав 400 уровень, мы берем квест Подводный Коммандос и идем уничтожать моба. Теперь моя задача, как можно быстрее поднять уровень, чтобы взять квест на подводного лорда. Набив 425 уровень, я решил заглянуть в коморку к этому подводному лорду. И смотрю, а на него-то уже напали и какой-то игрок пытается его убить. Но я смотрю безуспешно и лорд его замочил. Неужели этот лорд такой сильный? Давайте же возьмем квест. Если этот игрок вернется, то я еще подожду, пока он замочит подводного лорда. Но если он не сможет его замочить или не вернется, тогда, ребят, мы нападем и посмотрим, что это же за подводный лорд. И как я вижу, этот игрок вернулся, чтобы еще раз попробовать наказать лорда. И опять безуспешно он рассыпался. Давайте же посмотрим, что это за лорд и почему он такой сильный, что его не может замочить другой игрок. И... Да, я даже не буду, ребят, комментировать. Значит, что-то наш другой игрок плохо качает. Потому что я этого лорда замочил и даже не заметил. Очень прикольно. В принципе, на данный момент на этом острове уже нечего делать. Потому что мы замочили босса. И теперь нам только остается набрать уровень до 450-го, чтобы мы смогли отправиться на следующий остров. Так что я чуть-чуть, ребят, понабиваю мобов. Тем более, я опять использовал код на двойной опыт. Вот я, ребят, и набил 450-й уровень. И теперь я могу смело отправляться на следующий остров. Но, думаю, мою историю, что со мной произойдет дальше, я уже расскажу в следующем видео. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. И тогда ты точно не пропустишь мои новые видео. Ну что, ребят, увидимся в новых видео. С вами был Счастливый Кролик. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok